Вот, смотри, передал Сергей Глебу. Я не знаю, Глебу, наверное, нужно идти вторым-третьим, как мне кажется. И, собственно, он уверенно себя чувствует на финише. Обращать внимание на Федерико Пеллегрино. Понятно, что на Оскара. И я думаю, что эти команды и будут биться на финише. Да, и сейчас мы видим, что скорости примерно одинаковые у первого-второго полуфинала. Там одна секунда разницы. Ну, и поэтому здесь, если сейчас начнут ребята гулять и там кошки-мышки играть, тогда будет только два места разыгрываться. Да, поэтому Анатолию, конечно, если есть возможность, сейчас на трассе крикнуть то, что идете примерно в одни ноги с первым полуфиналом. Ну, Глеб держит первую позицию. В принципе, неплохо, если он немного тратит сил. Как ты думаешь? Я думаю, что Глеб-то как раз вполне себе профессор спринта. Он любит экономить силы всегда по максимуму и только вот на финишной прямой уже выдает все, на что он способен. И финишная прямая у него очень хорошая, прямо скажем. Поэтому он призер чемпионата мира. Как у Оскара. И Оскара идет рядом с ним. Ну, и Свенсон здесь тоже включился. И они могут себе позволить, обладая таким финишным ускорением, могут позволить себе идти поспокойнее. Правда, тут есть еще и Федерико Пеллегрино, у которого тоже финишное ускорение, дай бог, каждому. Ну да, согласен с тобой. И если будет два места разыгрываться, то кому-то опять-таки придется подвинуться и отправиться домой. Глеб в своем полуфинале, надо сейчас почувствовать, что у него все за ноги, надеюсь, не пустые, как он говорил накануне этой гонки. Где? Серебро? Пустыми ногами было серебро? Да, пустыми ногами было серебро. И Маркус на самом деле звонил, и приходилось Маркусу разговаривать с Глебом, что Глеб, давай-то успокойся уже, все должно быть нормально. И, в принципе, он Анатолий Волков сказал, дай-ка ему маленький пинок, чтобы не думал о том, что у него там что-то не очень хорошо, потому что у него форма относительно вчерашнего места хорошая. Ну, в общем, он, в случае, смотри, пытаются его замять, да. А как Пилигрино, да, Пилигрино по внутреннему радиусу смог просочиться, и там пару позиций отыграл, ну и оттерли, в том числе Глеба, сейчас уже получается на пятую примерно позицию рядом с ним. Да, сейчас начинается ускорение уже серьезное, и все, и надо Глебу, конечно, уже включаться, потому что идти... Ой-ой-ой, падает Финн, и падает Глеб! Вставать надо быстрее! Ну что ж такое-то? Финн там сейчас уже как-то там кричит, даже держится, видимо, какие-то были падения, но что же случается сейчас? Нужно постараться вскочить побыстрее, может быть, но... Да, но я думаю, что это прям... Все, уже не выйти в финал из этой ситуации, здесь слишком много команд. Ну, приехали. Проскочили. Вот про что мы и говорили, шел же первый. Нужно было держать эту позицию, скорее всего, но постараться, в всяком случае. Вот о чем мы говорили, то и произошло. Да, сейчас первые две шведские команды. Кстати говоря, этот полуфинал, судя по всему, еще и будет чуть-чуть медленнее. Хотя нет, но да, может быть, на парочку медленнее. В любом случае здесь счет будет идти на секунды. И выигрывает Пеллегрина. Вторым становится швед, соответственно, Оскар Свенсен. Дальше Йохан Хэкстрюм. Но все эти команды выйдут дальше, потому что 18.08 даже быстрее, чем в предыдущем. А Глеб очень спокойно уже финиширует и понимает, что... Что? Все, это девятая позиция. И, к сожалению... И вот он ждет сейчас финна. Зачем, Глеб? Спокойней. Да. Вернери Суханин завершает. Глеб, видимо, сказал свое фе, свое недовольство. Да, наверное, даже ничего не сказал. Просто пошатал головой немножко. Покачал. Покачал, да. Да, к сожалению, сегодня российскую команду в финале мы не увидим.